2000 штрафа за порчу имущества и еще наказание за незаконное нахождение на территории ЗАТО. Вот так, практически испугом, отделался тот, кто расклеил по всему городу объявления о грядущей распродаже одежды. Напомним, в 10-х числах августа по всему городу появились объявления о грядущей распродаже. Их было столько много, что они привлекли внимание не только местных журналистов и блогеров, но и чиновников. Правда, никто из представителей власти никак не мог найти ответственных за этот рекламный вандализм. Впрочем, одному из активистов это все же удалось. Он прислал нам вот эти фото, на которых видно, как молодой человек расклеивает бумаги. И, по словам очевидца, очень агрессивно реагировал на любые замечания. Однако совсем безнаказанным уйти ему не удалось. Предпринимателя поймали и в силу наших законов наказали полицейские. 13-го числа, как было установлено в ходе проверки, неким приезжим лицом, который впоследствии установлено заехал в город, значит, договорился с помещением, арендой помещения в магазине «Старт», расположенного по адресу Сверлова, 24. Расклеил во многих местах города объявления, яркие, кричащие, гласящие о том, что 15-го числа будет акция, сезонная распродажа кожаных курток, мужских и женских, и обуви. 15-го числа уже со своими коллегами, всего четверо человек, вновь приехал сюда и стали заниматься распродажей. Значит, среагировали совместно с администрацией. То есть в тот же день ответственным секретарем административной комиссии на гражданина, расклеивавшего объявление, был составлен административный протокол по статье 5.1 закона Красноярского края. Это нарушение благоустройства городов и других населенных пунктов. И, насколько мне известно, вчера же административной комиссией было вынесено решение о привлечении гражданина. То есть он подвержен административному штрафу в размере 2 тысяч рублей. И в тот же день на всех четверых было выяснено, что они незаконно проникли на территорию зато города Железногорска. Незаконно проникли. На них были составлены административные протокола по статье 20.19 КОАП РФ, которые направлены в мировой суд для принятия решения. А вот устранять последствия придется, скорее всего, городу. Молодой человек, конечно, пообещал убрать объявление. Но едва ли он будет так же активен в этом случае, как при расклейке рекламы. А про решение... А про решение...